Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и у нас сегодня в гостях сенатор Совета Федерации от исполнительной власти Карелии и первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Верхней Палаты Российского Парламента Владимир Чижок. Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Добрый день! Наши зрители вас в первую очередь знают как известного российского дипломата. Сейчас у вас новая работа. Наверное, настало время немножечко познакомиться поближе. Расскажите о себе, расскажите, как пришли в дипломатию и каким образом сейчас работаете сенатором. Ну, в дипломатию я пришел классическим путем. В 1971 году закончил школу, спецшколу английскую в Москве, не скрою, с золотой медалью. Поступил в ГИМО. Через пять лет был выпущен тоже с красным дипломом и трудоустроен в Министерстве иностранных дел, где и проработал 46 лет. Перечень стран у вас богатый. С одной стороны богатый, с другой стороны они все в пределах Европы были. Я всю жизнь занимался европейскими проблемами. Еще в институте выучил греческий язык, помимо английского и затем французского. Поэтому у меня первая командировка была в Афины. Затем, это было такое время довольно интересное, я туда приехал фактически через год с небольшим после падения режима военной хунты, черной полковники, помните? Конечно. Ну вот, потом по возвращении я работал также на этом направлении, потом еще шесть с половиной лет на Кипре работал. Ну, а потом, как говорится, географическая моя ориентация несколько изменилась. Я занимался отношениями с Великобританией и Ирландией, а затем перешел на многосторонний европейский трек, работал в ОБСЕ, был заместителем высокопредставителя по мирному регулированию в Боснии, Герцеговине, это 96-й год. По возвращении директором Балканского департамента, затем Департамента общеевропейского сотрудничества, потом стал заместителем министра иностранных дел. Ну и в 2005-м я был направлен на работу в Брюсселе. Тогда моя должность называлась «Постпред при европейских сообществах». Ну, пока я там работал, сообщества во множественном числе прекратили свое существование, осталось одно. Поэтому с 2010 года моя должность была, изменила название, я был «Постпредом при Евросоюзе» и единственным оставшимся сообществом по атомной энергии, евратами. Такая виртуальная структура. Ну вот, и проработал я в общей сложности в Брюсселе 17 лет. Долго это, конечно, долго. За это время многое изменилось, в том числе и геополитический контекст, и наши отношения, которые сначала шли по восходящей, потом начали несколько, как говорится, давать небольшие сбои. Ну, а в последние месяцы, конечно, перешли в режим свободного падения, я бы так сказал. И дальнейшее мое пребывание там уже выглядело, как, так сказать, олицетворение уже прекратившего свое существование стратегического партнерства. Поэтому я с удовольствием принял соответствующее приглашение перейти на работу в Совет Федерации и признателен главе Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчика, у которой определил меня своим представителем в Совете Федерации, где мне поручили войти в состав Комитета по обороне и безопасности в качестве первого заместителя-председателя. Вот, пожалуй, и все. Насыщенная достаточно дипломатическая карьера, нельзя ее назвать простой, потому что было много кризисов. И вот сейчас очередной кризис уже в отношении между Россией и Евросоюзом. И поскольку вы представляете интересы Карелии, а Карелия достаточно уникальная республика в России, поскольку обладает достаточно притяженной границей с Финляндией, без пяти минут член НАТО, на ваш взгляд, как должны развиваться взаимоотношения сейчас республики вот в этом контексте? Ну, насчет пяти минут, может, вы и погорячились. Может быть, этот срок несколько дольше, по крайней мере, до конца текущего года, как рассчитывали и в Хельсинки, и особенно в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, этот вопрос окончательно не решен. Другое дело, что, конечно, не стоит питать иллюзий в отношении тех препятствий, которые на пути к, я считаю, бездумному, к реализации бездумного решения двух стран Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу, пожертвовав в случае с Финляндией, то и, в общем-то, намного превосходящей размеры страны политической ролью, которую Финляндия играла в Европе, а в случае с Швецией еще и более чем 200-летним опытом нейтралитета. Напомню, что Швеция последний раз воевала в 1814 году, причем на одной стороне с Россией, против Наполеона. Ну вот, понятно, что географически, а примитивно к Финляндии исторически, Карелия находится во многом в уникальном положении. При этом, я считаю необходимо подчеркнуть, что традиционно и Россия, и государства другие, североевропейские, исходили из того, что эта часть Европы, это регион пониженного военного противостояния. И, соответственно, уровень военного присутствия со всех сторон, он был достаточно невысоким. Более того, мы неоднократно, и я лично в том числе, мы приводили север Европы в качестве примера для других частей нашего континента. И центральной Европы, были даже переговоры отдельные по центральной Европе о снижении военного присутствия. И тем более юг, там Балканы те же, я уж не говорю про Кавказ. Ну вот, к сожалению, эту репутацию севера Европы в Финляндии и Швеции при активном, естественно, при активном содействии и даже подталкивании со стороны Вашингтона, других натовских столиц и самой НАТО в Брюсселе, решили этой репутацией пожертвовать. Это их выбор. Ну, для нас, я вам так скажу, для России принципиальное значение имеет не сколько флагов, вернее, не сколько флагштоков перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, и не сколько кресел вокруг стола стоит на натовских заседаниях. Для нас важнее, чем это обернется на земле. Вопросом, будет ли продвижение натовской инфраструктуры, военной инфраструктуры в направлении российских границ. В этом случае, конечно, мы будем вынуждены прибегнуть к ответным мерам в части размещения соответствующих потенциалов. Ну, кое-что уже объявил министр обороны Сергей Кужегетович Шойгу, анонсировав размещение на территории Карелии, конкретно, армейского корпуса. Так что, наверное, пока не поздно там следует задуматься. Хотя, по-моему, нынешнее руководство, ну, вы понимаете, и в Хельсинки, и в Стокгольме эти решения принимались людьми, в Стокгольме их уже нет, там сменилось правительство. А в Хельсинки, ну, уровень, так сказать, политического и политического опыта и соответствующих интеллектуального багажа тех людей, которые стоят, по крайней мере, некоторых людей, которые стоят сегодня у власти в Хельсинки, конечно, дает основание для некоторых вопросов. Ограничусь пока такой формулировкой. Так что, вот, что, естественно, это не значит, что жителям Карелии следует предаваться панике. Ну, скорее даже наоборот. Скорее наоборот. Это хороший повод собраться. Я буду говорить о Карелии как о приграничном регионе, не при фронтовом. Мы не собираемся с Финляндией воевать. Ну, конечно, свои выводы мы неизбежно сделаем. жаль ли нам того накопленного позитивного опыта добрососедских отношений? Конечно, жаль. Но не мы этот опыт пустили под откос. Могу сказать, что не только примитительно к Финляндии, но и к другим нашим соседним и не только странам. Мы и Евросоюз в данном случае, я тоже имею в виду, мы не захлопнули ни одной двери, мы не опустили ни одного шлагбаума. Но, к сожалению, на той стороне стало, как выразился наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, стало разговаривать не с кем, не о чем, да и незачем. Увы, такова ситуация на сегодняшний день, но будем надеяться, что определенное отрезвление у наших бывших партнеров ныне оппонентов рано или поздно наступит. Когда наступит, они знают, где нас найти. в любом случае политика связана с экономикой так или иначе. Карелия всегда была экспортно ориентированным регионом, достаточно большой процент всей нашей продукции, лесной, камень и так далее, он уходил на запад, сейчас вот эту границу для нас закрыли. Опять же, понятно, что армейский корпус, который здесь будет размещен, это ведь тоже дополнительные денежные вливания в бюджет. И рабочие места. И рабочие места, и безусловно, соответственно, развитие инфраструктуры и так далее. Но, тем не менее, как вы считаете, стоит ли Карелии развернуться в сторону Азии в плане своих каких-то бизнес-интересов? И каким образом и может ли вообще такой разворот дать новый импульс развитию? Ну, вы знаете, и Карелии, и России в целом не надо разворачиваться и поворачиваться спиной к кому-то или к чему-то. У нас не зря ведь орел-то двуголовый, он одновременно смотрит во все стороны. То же самое и наши экономические интересы, интересы бизнеса. Ну, вы посмотрите темпы развития Европы, Европейского Союза, и на этом фоне темпы развития Китая, Индии, других стран. В общем-то, соотношение сил в мировой экономике, оно смещается. Понятно, что Западу, я стараюсь избегать термина «коллективный Запад», все-таки «коллективный», предполагает какой-то коллективизм, которого сегодня на Западе днем с огнем не сыскать. Так вот, Запад, он очень болезненно это воспринимает, даже когда не признается, что вот эти годы доминирования, столетия, 500 лет, считайте. Американское доминирование, оно, конечно, меньше по срокам, оно, ну, после Второй мировой войны впервые проявилось. А доминирование Запада, в том числе и ведущих европейских держав, это уже, считайте, лет 500. И вот этому приходит конец. Ну, чисто по-человечески понятно, что им это не нравится. С другой стороны, нам, России, наверное, следует, мы в уникальной и географической, и политической, экономической, да и цивилизационной ситуации, чтобы обратить внимание и развивать сотрудничество с альтернативными полюсами нашего формирующегося по-прежнему еще многополярного мира. Так что не надо, как говорится, шарахаться с одного края на другой. Но изучать альтернативные возможности, конечно, следует. В том числе и экспорта ориентированного карельскому бизнесу. Надеюсь, бизнес все-таки разберется. А еще остается вопрос с социальной сферой. Непростое время, частично мобилизация объявлена, соответственно, люди пошли на службу, семьи остались здесь, и вы, как первый зам председателя комитета по обороне и безопасности, в том числе это ваша нано-прямая работа сейчас заниматься и обеспечением безопасности семей, которые остались. Вы знаете, за последние месяцы многие, во-первых, извлечены уроки из тех недостатков, которые были. Это по части организации, мобилизации, деятельности военкоматов. Например, сейчас усиленными темпами идет реализуется проект цифровизации военкоматов. Потому что там были серьезные упущения. Это первое. Второе. Естественно, организация мобилизации, организация обучения на полигонах. Это же все. Это и переброска соответствующих контингентов, и то, что военные называют слаживанием. Это и снабжение. И разумеется, оптимальное использование людей с учетом не только их военноучетной специальности, но и гражданской специальности, которую они успели приобрести за годы работы, как говорится, на гражданке. Это серьезные задачи, и Министерство обороны над этим работает, другие наши ведомства, не только силовые, но и экономические. Ну и, разумеется, Совет Федерации как Палата регионов внимательно следит за тем, чтобы в соответствующих регионах эти все вопросы решались своевременно и качественно. В Государственной Думе находится, ну, ряд законопроектов уже принят, подписан президентом, это касается и материального снабжения, и денежного содержания мобилизуемых, и вопросов чисто социальных, заботы о семьях, забота об их интересах. Например, один вопрос, который и нам, и коллегами из Госдумы приходилось решать буквально в спешном порядке, это что делать в ситуации, когда мобилизованный либо индивидуальный предприниматель, либо единственный руководитель малого предприятия. Ну да, он же не может бросить бизнес. Вот, как он может бросить бизнес, когда ему пришла поездка, на следующий день его ждут, как говорится, с вещами на сборном пункте. Да, было соответствующее решение, и оно оформлено в виде поправок к закону, когда определенное количество дней, ну реально рабочая неделя выделяется на то, чтобы переоформить право подписи на кого-то, да хотя бы на жену, если это индивидуальный предприниматель, разобраться с банковскими счетами, с кредитами, потом получение соответствующих льгот в части ипотеки, прочих финансовых обязательств. Это все очень непросто, это требует и внимания, и экспертного потенциала, так что речь не сводится к тому, что, так сказать, прозвучал Горн, все построились и маршем пошли на фронт. Ну да, за 70 лет многое изменилось в последний. Конечно, конечно, и это надо учитывать, поэтому в этом плане значение специальной военной операции, оно намного, я бы сказал, шире, чем достижение конкретных ее целей, которые были объявлены президентом, которые постепенно, с немалым трудом, как говорится, потом и кровью реализуются. Но это и мощнейший урок всему нашему обществу, всей нашей государственной системе, как следует работать, в том числе в подобных критических ситуациях, надеясь, что они не повторятся в дальнейшем, но, разумеется, надо быть готовыми ко всем возможным вариантам. Что ж, мне подсказывают, у нас время программы подходит постепенно к концу, остается совсем немного. Наверное, один из последних вопросов. Как вам Карелия? Вы знаете, я к стыду своему до этого года в Карелии ни разу не был. Я бывал, причем не один раз у ваших соседей, у наших с вами соседей, в Мурманской области, в Архангельской, но не говоря уже о Питере. Прекрасный регион и с точки зрения и природы, и в эпоху нашей, так сказать, борьбы за экологию, один из примеров того, как решаются вопросы. Ну и самое главное, здесь прекрасный народ. Я, конечно, не со многими успел познакомиться, но представители Карелии, ее руководство, и народ, который здесь живет, на меня произвели сильное позитивное впечатление. И я могу для зрителей, слушателей вашей программы заверить, что в моем лице Карелия приобрела друга. Ну что ж. Ну и в заключение мы с вами беседуем в канун нового 2023 года. Да, уходящий год был тяжелым годом, тем более, что он пришелся как бы встык с периодом пандемии, который был сопряжен со своими ограничениями. 22-й год оказался сопряжен с другими проблемами, с другими вызовами. Но я вижу, что Карелия с этими вызовами успешно справляется. 23-й год, будем надеяться, будет годом позитивным и, самое главное, будет годом нашей победы. Я считаю, что такова наша сверхзадача в канун нового года. Жителям Карелии, вашим зрителям я хочу пожелать благополучия в наступающем году, счастья, успехов, здоровья всем и радости в наступающую новогоднюю ночь. Спасибо вам большое. Плодотворной вам и успешной работы. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «Тема дня». До свидания и с наступающим. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин